Восемь детских и две спортивные площадки установили в Рыбнице за последние несколько лет. Новые игровые зоны для детей и подростков помог построить Вадим Кравчук. По дороге домой из школы у местных мальчишек есть традиция зайти на эту спортивную площадку. Ее установили в прошлом году. С тех пор вся детвора из двух микрорайонов активно проводит здесь свое время. Здесь можно кататься на горке, здесь можно кататься на качелях, можно заниматься спортом. И здесь можно играть. Много человек у вас собирается по вечеру? Да, где-то 6-7. Это Кусай. Он приехал из Сирии. Помнит, как родители на вертолете увезли его из страны вместе с братом. О счастливом детстве на родине мечтать им не приходилось. Ну просто у нас тут свой дом и мы вот так приехали сюда. И в Сирии была война, мы приехали сюда, чтобы... Может, тут можно сказать два года. Нравится здесь в Рыбнице? Да. Тут все русские. Нормально, хорошо. Никто вас не обижает? Нет, не обижаюсь. Друзей много. Сколько друзей? 20-30. Стоимость такой площадки 80 тысяч рублей. Здесь детский городок для самых маленьких и спортивные тренажеры на все группы мышц для тех, кто постарше. На округе депутата Верховного Совета Вадима Кравчука за последние пять лет удалось установить несколько таких площадок. Много лет в нашем городе и в нашем округе не устанавливались, не было ни детских площадок, не было ни спортивных площадок. Если и были спортивные площадки, то они были в удручающем состоянии. За это время удалось на округе установить две спортивные и около восьми детских площадок. Все тренажеры изготовлены у нас в Приднестровье. Деньги на детские площадки пошли из фонда наказов избирателей. В стратегии развития своего округа, к слову, в микрорайоне «Юбилейный» в этом году провели также уличное освещение, которого не было со времен обледенения. Вадим Кравчук сделал упор в том числе на детский досуг. Как итог, детей от тренажеров и горок за уши не оттащишь. То, что краска сошла, говорит о том, что они используются по назначению и очень активно. Какие-то были поломки, мы периодически их ремонтируем, стараемся поддерживать в работоспособном состоянии. И даже вот сами жители помогают, подсказывают, где что-то отвалилось. Пока мы снимали этот сюжет, местные жители общались с депутатом. Жильцы отметили, главное – баланс интересов, когда дети играют и не мешают отдыхать пожилым. Нам пообещали, что в этом дворе постараются жить весело и дружно. Владимир Хорошилов, Игорь Мацота, ТСВ.